Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы до сих пор еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на канале. Много интересного и полезного, если вы собираетесь покупать подержанный автомобиль. В том числе и обзоры в разных форматах, включая технические, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в боу-виде, рассматривая их на подъемнике. Ну а больше информации по нашим автомобилям или, например, по вакансиям на нашем сайте. Ссылки в описании. В настоящее время достаточно сложным вопросом является поиск бюджетного автомобиля. Машины в ценовой категории до 700-800 тысяч рублей в основной своей массе в плане состояния представляют очень печальное зрелище. И здесь на первый план выходят те модели, на которые ранее, возможно, многие не обратили бы внимания. Такие машины продавались новыми, не очень большими тиражами и чаще оказывались в руках людей, которым не было дела до соображений престижа. Они ориентировались прежде всего на практичность. Об одном из таких представителей бюджетных автомобилей речь пойдет в сегодняшнем обзоре. Встречайте, Chevrolet Cobalt. Chevrolet Cobalt в кузове Т-250 первый раз был показан широкой публике в 2011 году. Причем случилось это в Бразилии. Эта машина разрабатывалась для рынков развивающихся стран. И ее сборка впоследствии была налажена на нескольких площадках. Большинство Cobalt на российском рынке узбекской сборки. И появились они в продаже в России только в 2013 году. На конвейере эта машина держалась до 2015-го. Совсем небольшой срок по современным меркам. В части выбора силовых агрегатов у российского потребителя не было альтернатив полуторалитровому мотору на 106 лошадиных сил. Зато коробки передач, механика, либо автомат. Причем автомат классического плана. Привод у всех Chevrolet Cobalt сугубо на переднюю ось. Существующий только в одном единственном варианте кузовного исполнения седан Cobalt не маленький автомобиль. Его длина 4 метра 47 сантиметров. Ширина 1 метр 73, а высота 1 метр 51. Колесная база седана 2,62, что достаточно немало по меркам компакт-класса. Что касается качества лакокрасочного покрытия и его толщины. Окрашен Cobalt стандартным слоем для большинства современных автомобилей. Разброс показаний прибора для родной краски на этих автомобилях лежит в диапазоне от 90-95 до 120-130 микрон. Но при этом лакокрасочное покрытие этих автомобилей не отличается какой-то сверхпрочностью. Можно даже сказать, что оно достаточно нежное. И подобного рода следы эксплуатации в виде сколов и царапин на автомобилях с пробегом встречаются практически повсеместно. Однако стоит отметить, что у Cobalt, так как у соплатформенного Chevrolet Cruze, все очень неплохо по части стойкости к коррозии. Найти ржавый Chevrolet Cobalt та еще задача. И даже глубокие сколы не торопятся покрываться здесь ржавым налетом. Что касается каких-то моментов по кузову, не связанных с коррозией, то прежде всего стоит отметить склонность к запотеванию передней оптики. Проблема эта встречается достаточно часто. Многие владельцы пытаются как-то герметизировать фары, но немногие в этом преуспевают. Хотя по большому счету особо критичной для эксплуатации данная проблема не является. Вторая характерная для Cobalt проблема, связанная с кузовом, это попадание воды в багажник. Скапливается она в нише запасного колеса, и причиной тому слабая заводская герметизация соединительных швов кузова за задним бампером. Там банально образуется щель, которую приходится устранять уже самим владельцам. Правда, проблема этого устранения недорогая. Что касается салонного электрооборудования, то у Chevrolet Cobalt, несмотря на простую конструкцию и небольшое количество опций, есть моменты, на которые внимание обращать стоит. Первое – это частый выход из строя элементов подогрева сидений. Особенно это касается сидения водителя. Второй момент здесь связан с моторчиком отопителя. Но эта проблема характерна не только для Cobalt, но и для многих других моделей. А вот именно на Chevrolet Cobalt встречается проблема с образованием лужи в ногах переднего пассажира. И происходит это, когда рассоединяется трубка, выводящая конденсат от кондиционера наружу. Что касается единственно возможного двигателя, то под капотом Cobalt располагается мотор с индексом B15D2. Это полуторалитровая рядная четверка с блоком цилиндров, выполненным из чугуна. На этом моторе нет фазовращателей. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива и цепной привод газораспределительного механизма. Правда, гидрокомпенсаторов здесь тоже нет. Так что зазоры клапанов придется регулировать, возможно, чаще, чем того хотелось бы. Зато, с точки зрения поршневой группы, этот мотор вообще не преподносит никаких сюрпризов. Кстати, даже ресурс цепи ГРМ здесь порядка 250 тысяч километров пробега, что очень даже неплохо по нынешним меркам. Этот мотор питается 92-м бензином и переваривает его достаточно спокойно. Правда, назвать его сверхэкономичным, особенно на машине с автоматом, язык уже не повернется от 12 до 14 литров в зависимости от сезона и пробок. Масло сюда заливается совсем немного, чуть менее 4 литров, вязкость 5,30. Интервал замены около 8 тысяч километров пробега. По сути дела, основная проблема, с которой сталкивались большинство владельцев кобальтов, это необходимость замены бачка-расширителя. В связи с тем, что пластиковый штуцер, куда подходит шланг системы охлаждения, достаточно часто ломается. Снизить нагрузку на штуцер поможет использование более длинного шланга, чем стоит здесь по штату. В остальном, в общем-то, по моторам каких-то нареканий нет. Служат эти двигатели более 300-350 тысяч километров пробега. Что касается коробок передач, что на эти автомобили устанавливалось всего два варианта. Это механическая КПП типа Д-16, пятиступка, которой нет вопросов по надежности. Даже сцепление здесь у нормальных, адекватных водителей ходит порядка 100 тысяч километров пробега. Единственный момент, к пробегу около 200 может потребоваться замена подшипника первичного вала. И то не факт. Так что при осмотре кобальта на механической КПП обращайте внимание на отсутствие постороннего шума при работе коробки. Жидкость меняйте раз в 80 тысяч километров и будет вам, как говорится, счастье. Что касается автоматической КПП, то это автомат General Motors 6T30. Именно эта коробка встречается на Chevrolet Aveo. Шестиступенчатый классический гидромеханический автомат зарекомендовал себя, к сожалению, не с самой сильной стороны. Но, во всяком случае, в соседстве с данным мотором, полуторалитровым, эта коробка более или менее ходит. И вы вправе рассчитывать на ресурс около 200-250 тысяч. Опять же, помните о необходимости часто менять здесь рабочую жидкость и ни в коем случае не перегревать КПП. Даже продолжительные пробуксовки для этой коробки могут оказаться критичными. При тест-драйве автоматного Кобальта, соответственно, обращайте внимание на корректность работы трансмиссии. Без рывков, дерганий при переключениях. Что касается ходовой части Chevrolet Cobalt, которая, кстати говоря, очень мягкая и довольно всеядная, если говорить про типы дорожного покрытия, на которых она позволяет вам с комфортом передвигаться, то по конструктиву это самая обычная подвеска бюджетного автомобиля. Перед здесь выполнен по схеме Макферсон. Задняя подвеска полностью зависимая. Что касается ресурса компонентов, на самом деле здесь с этим есть определенные нюансы. Ходят они не так много. Так, например, самый типичный расходник любой ходовой части. Стойки стабилизатора здесь выхаживают от 25 до 35-40 край тысяч километров пробега. Сайлентблоки в рычагах живут побольше, порядка 80. Передние амортизаторы, если говорить про заводские детали, иногда сдавались на пробегах до 50 тысяч. Но, скорее всего, на машине, которую вы будете смотреть, они уже давно поменены предыдущим владельцам. Что касается шаровых опор, их ресурс порядка 100 тысяч километров пробега. И шаровая изначально здесь приклепана к рычагу. Соответственно, при замене она ставится на болты и становится после этого легко сменной. Рулевая рейка у Кобальта самая обычная гидравлическая. Соответственно, при осмотре поддержанного экземпляра обращайте внимание на отсутствие течи по шлангам гидроусилителя. А также не лишний будет проверить целостность пыльников-приводов. Поскольку заводские пыльники иногда рвались на пробегах около 20-30 тысяч. Качество резиновых изделий здесь было не слишком высоким. Зато, если говорить про антикоррозийную обработку по низу, то в средней части мы видим наличие достаточного слоя антикора на днище и порогах автомобиля. Задняя подвеска здесь простейшая, самая обычная, зависимая. Здесь балка, сайленблоки ее не требуют слишком частого внимания. Бак 45 литров, кстати, металлический, поэтому обращайте внимание на отсутствие на нем коррозии. Что касается амортизаторов и пружин, здесь они разнесены отдельно друг от друга. И по большему счету, расходник в задней подвеске это ступичные подшипники. Менять их приходится где-то раз в 80 тысяч километров. Кстати, еще одна ремарка по Кобальту. Если ваш автомобиль оборудован системой АБС, а самые простые версии ей не комплектовались, то при покупке машины обязательно убедитесь, что система АБС на автомобиле исправна. Первый момент, обратите внимание на контрольную лампу на приборке, которая должна загораться при включении зажигания и гаснуть после тестирования системы. Ну а второй момент, не лишний будет, все же прицепить диагностический сканер и посмотреть на предмет отсутствия ошибок по датчикам АБС. Здесь они, как правило, оказываются жертвами коррозии. Общие выводы по Chevrolet Cobalt, как по бюджетному седану, будут следующие. В активе у этого автомобиля хорошо сопротивляющийся ржавчине кузов и надежный мотор. Плюс коробки передач, по большому счету, вызывают мало нареканий. К положительному фактору здесь относится еще и возможность найти такой автомобиль с относительно небольшим пробегом и небольшим количеством собственников. Однако здесь помните, что Chevrolet Cobalt в свое время благодаря дешевизне пользовался популярностью среди таксопарков. Так что постарайтесь не нарваться на бывшее такси. Ну а что касается простого интерьера или, например, ходовой части, чей ресурс не особо большой, ее не так дорого делать. Так что, возможно, это будет один из тех недостатков, с которым вы сможете примириться, выиграв при этом в главном, за относительно небольшие деньги, получив просторную, практичную машину с высоким дорожным просветом. На сегодня это все. Если обзор понравился, был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы достаточно проехали, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях тоже. Людям, которые думают о покупке бюджетного седана, ваш комментарий может помочь сделать в итоге верный выбор. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!